Продолжаю ежедневные короткие выпуски моего видеодневничка. Рубрика «Камчатка. День за днём». В этой рубрике я на материалах периодической печати минувших лет рассказываю о том, что творилось на Камчатке в разные годы века минувшего. 28 день января 1933 год. Газета «Камчатская правда» публикует небольшую статью «Что будет строиться в 1933 году?» Давайте узнаем, что же планировали власти построить в Петропавловске. В этом году на городское коммунальное и жилищное строительство будет затрачено 2400 тысяч рублей. То есть 2 миллиона 400 тысяч. На эти средства намечено построить 4 жилых деревянных дома, коммунальную гостиницу, терапевтический корпус на 40 коек, баню с пропускной способностью на 50 человек в час, прачешную, примерно с пропускной способностью 1000 килограмм сухого белья в день. Таким образом, для строительства 8 объектов с общей кубатурой в 22 тысячи кубометров потребуется 1 миллион 730 тысяч рублей. Для этого строительства необходимы будут 4985 кубометров строительного леса, 600 бочек цемента, 50 тонн извести, 220 тонн кирпича. Остальные капиталовложения в размере 670 тысяч рублей будут израсходованы на оборудование прачешных машин, оборудование бани инвентарем, приобретение котлов для бани и прачешной. Для выполнения этой строительной программы в один летний сезон потребуются рабочие силы разных квалификаций 400 человек или 50 тысяч человекодней. Успешная работа предстоящего строительства, пишет Камчатская правда, несомненно будет зависеть от того, в какой степени будут проведены подготовительные работы и насколько своевременно будет заготовлен и подвезен к месту строительный материал. На сегодняшний день в Петропавловске имеется 50 тонн цемента, 25 тонн рельс и 20 тонн овса, лошадей, которые могут быть прикреплены к строительству только 15, ветлового леса 1000 кубометров. В мае июне должно прийти с материка 1500 кубометров строительного материала, 800 бочек к цементу и оборудование к прачешной. Из этих цифр, пишет Камчатская правда, видно, что ощущается острый недостаток в лесе, 3500 кубометров и остальном стройматериале как-то, железо, известь, гвозди, краска, стекло и прочее. Недостающее количество стройматериалов необходимо получить через край коммун отдел с материка. Нужно сейчас же сделать заявку на рабочую силу, выделить вербовщиков или поручить это дело одной из организаций в крае. В прошлом году, то есть в 32-м году, в прошлом году несвоевременное представление планов сметы технических чертежей привело к тому, что Дальневосточный банк вынужден был закрыть кредиты. Поэтому необходимо срочно приступить к составлению этих проектов. Из всех упомянутых объектов только баню, да и то в виде руин, мы можем увидеть сейчас на улице Ленинградской, бывшей Микояновской, возле нового стадиона. Кстати, обратите внимание, здесь пишется, что необходимо 220 тонн кирпича, но не ставится вопрос, что кирпич нужно завозить с материка. Почему? Да потому что с 30-х годов по всей Камчатке действовали свои кирпичные заводы. В Петропавловске их было два, в Елизаве один, в Паратунке один, в Коряках один, в Ночиках один, в Милькове, в Эсса, в Корякских селах, то есть везде, были кирпичные заводы. Это была рубрика «Камчатка. День за днем». 28-й день января. Мы читали Камчатскую правду 1933 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова